Всем привет, репети! Они абсолютно не готовились, они не знают, что их ждет. Меня зовут Леша, я из Матиси. Меня зовут Тима, и мне за это не заплатили. Потому что это было военное время, и это было необходимо. Давайте методом исключения. Я из Самары, потому что там такого нет. Правильный ответ, Самара! Тимон, ты как, в сознании? Я протестую. Неплохо, протест отклонен. А мне страшно. Вы сейчас видите внутреннюю кухню. Я обещаю, я буду хорошо учиться. Мам, верь в меня! Авторизация На шоу авторизация, громкие аплодисменты! Громче, громче, громче! Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет, репети! Привет! Хеллоу, бонжур! Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на 25-м рифе. Мы хотим сообщить, что нашему традиционному центру доменов, ру и рэп исполняется 20 лет. И в честь этого мы решили снять очередные выпуски шоу авторизации. А шоу авторизация, первое межгалактическое шоу про интернет и для интернета. Сегодня мы пригласили сюда гостей. Мы их выцепили просто из толпы, из нашего рифа 25. Они абсолютно не готовились. Они не знают, что их ждет. Но их ждет очень классное шоу. Одна из команд выиграет. Может быть, обе. Может быть, будет у нас ничья. Не знаю. Посмотрим. Волнительно даже мне. Но главное, та команда, которая выиграет, получит от нас призы. Призы от нашего традиционного центра доменов ру и рэп. Ну что, для начала давайте познакомимся с командами. Итак, давайте начнем с вашей команды. Как называется ваша команда? Наша команда называется Бугатти. Давайте все вместе. Три-четыре. Бугатти. Вот это слаженно. Молодцы, мои хорошие. Можно повторить, пожалуйста? Давайте. Три-четыре. Бугатти. Аж мурашки побежали по моему телу. Итак, давайте познакомимся с участниками. Как вас зовут? Меня зовут Ангелина. Мне 18 лет. Я из города Москвы. Прекрасно. И она одинокая. Друзья мои, давайте поаплодируем Ангелине. Супер. Далее. Я Антон. Мне 18 лет. Я не алкоголик. Пожалуй, хватит. И я тебя люблю. Да, Антон, 18 лет, не алкоголик. Аплодисменты Антону. Отлично. Далее. Меня зовут Елена. Елена, а сколько вам лет? Чем занимаетесь? 18. Учусь. Аплодисменты. Единственный человек в команде, который учится. Супер. 18 лет. Елена. Мы переходим ко второй команде. Как называется ваша команда? Цифровой прорыв. Все вместе. Цифровой прорыв. Отлично. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Меня зовут Кристина. Давайте опустим эти цифры. Чем занимаетесь, Кристина? Я из компании Тракат. Это сквозная аналитика и антифрод для CPA сетей. Тракат. Здравствуйте. Отлично. Аплодисменты Тракат и Кристине. Далее. Меня зовут Леша. Я из Матищи. Леха Матищи. Огонь. Игра пройдет весело. Дай. Меня зовут Тима, и мне за это не заплатили. Тима, и ему за это не заплатили. Тима прячет глазам. Возможно, это Тима. Ну что, дорогие команды. Давайте приступим к правилам нашего шоу. Внимание на экраны. Мы объясняем вам правила. Наши правила. Три раунда. В каждом раунде свои правила. За победу в первых двух раундах команда зарабатывает балл. За победу в третьем раунде команда получает два балла. Все понятно? Да. Отлично. Все? Супер. Леха? Да. Отлично. Ты в сознании? Супер. Следующее правило первого раунда. Три вопроса с четырьмя вариантами ответа. Первый отвечает команда, которая быстрее поднимает руку. Но на ответ остается три секунды. Поэтому сначала попробуйте подумать. При неправильном ответе ход переходит ко второй команде. Вопрос сгорает, если обе команды ответили неправильно. Команда понятна? Да. Да. Определитесь, кто там будет вас поднимать руку. Друзья мои, приготовьтесь. Внимание на экраны. Зрители будут подсказывать, какая команда подняла ручку первой. И мы переходим к первому вопросу. В каком году Чарльз Бэббидж представил королевскому обществу Олега Британии первый компьютер вычислительную машину в 822-м, в 44-м, в 66-м и в 88-м? Да. В. Вариант В. 44-й год. Вариант В. 1844-й год. Почему вы так думаете? Есть ли у вас гипотеза? Потому что это было военное время. Это было необходимо, я считаю. Это неправильный ответ. Код переходит к команде цифровой прорыв. Цифровой прорыв? Мне кажется, ответ С66. Ответ С66. Давайте посмотрим на правильный ответ. Правильный ответ 1822-й год. Дорогие друзья, представляете, насколько рано была создана первая вычислительная машина? Да? Вот так, мои хорошие. Давайте поаплодируем себе за то, что вы не справились с первым вопросом. Думаю, дальше игра пойдет. Про только в путь. Только вперед, дам игрок. Как господавки играют. Давайте кулачки, кулачки. Кулачки друг к дружке. Команда кулачками. Ну что, дамы и господа, приготовились. Второй вопрос. Команды готовы? Внимание, на экран вопрос номер 2. Mail.ru опубликовала данные по самым популярным действиям в сети. Назовите самое популярное. Заказ, еды, просмотр, видео, поиск такси, покупка и продажа товаров. Итак, первая команда была цифровые сети. Цифровой прорыв. Б. Просмотр видео. Б. Просмотр видео. И это правильный ответ, дамы и господа. Аплодисменты. Просмотр видео. Почти 75% делают именно это. Я читал это исследование. Цифровой прорыв зарабатывает балл. Может быть, вы и писали это исследование? Может быть, нет. А вы читали это исследование? Я читать не умею. У меня это хорошее. Она только учит. Тебе тогда совсем сложно будет в нашем шоу. Я только по слогам. Вопрос третий специально для тебя. Поехали. Памятник пользователю интернета, представляющий собой обезьяну с клавиатурой в руках, установлен в этом городе, расположенном в Среднем Поволжье России на берегу Волги. Так, стоп, рука есть, вижу. Давайте методом исключения. Это точно не Самара, я из Самары, потому что там такого нет. А это точно не Таврятти, там АвтоВАЗ. Ага. Так. Пускай это будет Ульяновск. Вы думаете, что Ульяновск? И это неправильный ответ. Мы переходим к вашей команде. Потому что я родилась в Волгограде, это мой город, и я знаю, что там есть Москва. Москва. И я знаю, что там есть река Волга. Так, а есть ли там памятник, про который вы говорили? Да. Хорошо, давайте посмотрим на экран. Правильный ответ, Самара, дорогие друзья. Она, кстати, обманул, она не Самара, видимо. Памятник пользователю интернета, представляющий собой обезьяну с клавиатурой в руках, установлен в этом городе, расположенном в Среднем по Волге России, на берегу Волги. Отличная работа, да. Так, шутки, поехали. Отличная работа. Спасибо. Итак, мы старались, собирали эту презентацию вместе с моей женой. Давайте поаплодируем ей. Итак, как вы думаете, какой же у нас счет получился по итогам первого раунда? 1-0. Ты молодец, ты моя хорошая, держи пятерочку. Счет 1-0. Пользу! Цифровой прорыв! Вместе! Цифровой прорыв! Аплодисменты, дорогие друзья! Спасибо вам большое, спасибо большое нашим телезрителям. Ребята, без вас бы наше шоу не получилось. Вы так хлопаете, что у меня чуть ушки не лопнули. Мы приготовились к следующему раунду. Итак, внимание на экраны правила второго раунда. Разгадайте загадку. Каждой команде по очереди достается по три загадки. На принятие решения дается 10 секунд. Принимается только один ответ. Очень важно. Мы начинаем с цифрового прорыва, потому что вы сейчас лидируете. Друзья, у вас будет 10 секунд. Если вы до конца 10 секунд не сможете определиться и дать правильный ответ все вместе, ну, как как-то коллективным решением, то мы просто ответ ваш сгорит. Понятно? Да. Принимается только один ответ. Итак. Уже горячо. Готовы? Да. Супер. Тимон, ты как, в сознании? Не спишь? Я просто не вижу глаз. Хорошо. Давай пятерочку. Пау. Пятерочку. Паун. Пятерочку. Я вас верю, эта пятерочка была заряжена бешеной энергией. Внимание на экран. Поехали. Первый вопрос. В чатиках за бред заразия. Камство, грубость подавляем. Тролли мы, конечно, сразу быстро в это отправляем. Время пошло. Мы готовы. Готовы дать ответ? Это бан. И это правильный ответ. Аплодисменты. У-у-у. Супер. Итак, приготовились. Следующий вопрос. Внимание на экран. В играх грустненько бывает. Хоть ломай свой ноутбук, когда перс в текстурах тает. Это по-заморски жук. Это баг. Время даже не началось, а вы уже дали правильно ответ. Аплодисменты. Вот это поддержка. Ну что, третий вопрос. Я властелин данного чата. Ты мне не читай, захочу, удалю. Права у меня только и моего брата. Назови мою должность, тогда похвалю. Я предполагаю, что это модератор. А вы вылени? Админ. Обрядите, у вас время заканчивается. Админ или модератор? Модератор. Модератор, это неправильный ответ. Правильный ответ. Админ, дорогие друзья, вы были так близки, чуть-чуть. Я протестую. Неплохо. Неплохо, протест отклонен. Отлично. Итак, два балла вы заработали. Это очень хорошо. Давайте поддержим, друзья мои. Похлопайте так, как вы хотели, чтобы похлопали вам. Вы хотите, чтобы вам не хлопали. Отлично, я понял. Мы переходим к команде. Угати. Это был полный балл. Отлично. Ну что, мои хорошие, готовы? Давайте, пятерочку, заряженную успехом. Пау, пау, пау. Молодцы. Внимание, на экран. Поехали. Для твоей личности я броня. В любой системе ты без меня ноль. Никогда не забудь ключ от меня. Логин и пароль. Время пошло. Что же вы думаете, что это такое? Время заканчивается. Три, два. Аккаунт. Аккаунт. Это правильный ответ. Поп, поп, поп. Аккаунт. Аплодисменты. Аккаунт. Супер. Молодцы, справились. Приготовились. Следующий вопрос. Картинка смешная, так манит меня, как у актера морщины возникли. Смешит, повторяясь день до дня и пляшет все в бесконечном цикле. Мем. Мем. Уверены? Да. А мне страшно. Это ответ? Мем. Окей, мем! Крик резко выкрикнул Антон. Внимание на экран. Гифка, правильный ответ. И пляшет все в бесконечном цикле. Рядом, очень близко. Но мы говорили про замерзшую картинку, а тут картинка в движении. Ну что, внимание на экран, следующий вопрос. Поменял его на пиццу, думал, выгодно вложу. Вырос, гадина до неба, с головой я не дружу. Биткоин? Что? Биткоин. Это правильный ответ, аплодисменты! Аплодисменты. Ну что, мои хорошие? Кстати говоря, пишите в комментариях ваши ответы. Смотрите наше шоу, пытайтесь угадать заранее, нажимайте на паузу. Может быть, так себя развеселите. Ну так, и так, по итогам этого раунда. То есть, у нас здесь ничья, каждая команда заработала по баллу. У вас два балла? И у вас два балла. Правильно? Правильно. Итого, у нас, то есть, ничья в этом баре, каждая команда получает по баллу. Но общий счет за две игры. Два, один, пользу команды! Команды, цифровой прорыв, аплодисменты! Спасибо за вашу аплодисменты! Ма-я-я! Вот это что? Спасибо. Движите сердечко от меня. Как это? Смоппеты, поппеты. Ну что, приготовились. Третий раунд. Внимание на экран правила третьего раунда. Три вопроса для обеих команд. На принятие решения дается 30 секунд. Команды записывают свой ответ на планшете. Я сейчас вам дам планшет. И показывают его одновременно после сигнала ведущего. За победу в финальном раунде команда получает два балла. Итак, самое главное, дамы... А что там? Рив 20-21, сердечко. Мы здесь подпишем. Отлично. Дорогие друзья, сейчас у нас поправки по звуку. Такое бывает на шоу, представляете? Вы сейчас видите внутреннюю кухню. Так, приготовились? Приготовились. Да, дамы и господа, еще раз. Две команды, внимание на экран. Читаем вопрос, 30 секунд на обсуждение. Вместе пишем ответы. И насчет, когда время заканчивается, вместе показываем. Если команда готова, предварительный ответ у вас есть заранее. Просто поднимите ручку, когда написали уже полностью ответ. Давайте не будем торопить события. Да. Итак, приготовились. Внимание на экран, поехали. Этот термин придумал Йорн Баргер 17 декабря 1997 года для обозначения сайта, в котором записи хранятся в хронологическом порядке. Что это? Время пошло. Пока не показывайте. Мы вообще не покажем. Мы никому не покажем. Даже когда спросите. Давай. Читаем сквозь стены. 20 секунд осталось. Это Twitter, очевидно. Это блокчейн. Это Инстаграм. Инстаграм появился в 2017 году. Это Гучич. Что? Так, 5 секунд. 3, 2, 1. Показываем ответы. Блок и история поиска. Давайте посмотрим на правильный ответ. Правильный ответ. Блок аплодисменты команде. Цифровой прорыв. Переходим к вопросу номер 2. Внимание на экран. Поехали. Первое интернет-кафе в России открылось в Санкт-Петербурге в 1995 году. Первыми посетителями этих заведений были иностранцы, а также айтишники и студенты. Для привлечения их внимания кафе назвали в честь известной по всему миру и имеющей русское происхождение игры. Что это за игра? Время пошло. А для всех тех, кто проходит мимо и интересуется, что здесь происходит, мы здесь сейчас снимаем YouTube-шоу, и каждый из вас может стать участником его. Для этого достаточно зарегистрироваться у нас в нашем шторе, в традиционном центре доменов RU и RF, и быть готовыми отвечать и весело проводить время. Это бесплатно. Итак, время заканчивается. Три, два, один. Время закончилось. Показываем. Тетрис, это правильный ответ вашего аплодисмента, дамы и господа. Абсолютно правильно. Каждая команда получает по баллу за этот ответ. Итак, внимание, третий вопрос. Поехали. Именно этот ресурс в нашей стране обогнал все лидирующие телевизионные каналы по охвату аудитории в 2012 году, не исключая Первый канал. Что это за ресурс? Время пошло. Итак, команда готова? Да. Команда готова? Что это грустная такая? Итак, раз, два, три, показываем. Ютубчик. Давайте посмотрим на правильный ответ. А правильный ответ Яндекс, дорогие друзья. Да, да, да. Яндекса Богдал Первый канал. Ничего страшного. Пускай у нас еще 6 игр мы будем снимать. В целом планшет можно выкинуть. Итак, по итогам трех раундов у нас счет 4-1 в пользу цифровой прорыв. Ребятушки, Бугаси тоже не расстраивайтесь. Вот вам аплодисменты от меня по одной по ладошечке. Вы большие умнички. Главное, что вас покажут по ютубчику. Можете передать привет мамам. Ну а мы выносим на сцену призы. Можно маме привет передать? Передавай, пожалуйста, смотри на камеру. Мам, ты извини, что я такая дурочка. Я не хотела тебя подводить, честное слово. Я обещаю, я буду хорошо учиться. Мам, верь в меня. Да ее отчислили уже. Ну что, дорогие дамы и господа, спасибо большое за просмотр нашего шоу. С вами был Виктор Бутусов. Это шоу-авторизация, первое межгалактическое шоу про интернет и для интернета. Ставьте лайки, репостите это видео, нажимайте колокольчик и пишите комментарии. Ну а мы с вами прощаемся. Это было шоу-авторизация! Уу, облазмены!